МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вскоре наступит время, когда отходы горожан некуда будет складировать. А гигантское количество свалок, которые существуют в республике, лишь усугубляют ситуацию. И подобная проблема существует не только в Бурятии. Об опыте других регионов в решении мусорного вопроса поговорим сегодня с известным экологом Сергеем Шапхаевым. Сергей Герасимович, здравствуйте. Я начну с цифр. Жители Бурятии производят около 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов и 99% из них отправляются на захоронение. И самый яркий пример – это полигон бытовых отходов в пригороде Улан-Удек. Я уже сказала, сейчас он переполнен. Экологи давно говорят о том, что нужно новое строительство, какие-то новые методы, новые технологии. Как вы считаете, как эту проблему сегодня можно решить адекватно? Ну, как раз у нас вчера состоялась научно-практическая конференция в Технологическом университете, где вопросы с обращением отходов обсуждались. Дело в том, что был реализован проект «Темпус» между университетами европейскими и с участием Технологического университета, Иркутского политехнического университета, где как раз знакомились с опытом стран Европейского Союза. И здесь я должен сказать, что три существуют фазы обращения с отходами. То есть есть три способа решения этой проблемы. Первый – это захоронение на полигонах, то, что вот у нас в основном, переработка компостирования и термическая утилизация. Ну вот я просто хочу некоторые цифры привести, которые показывают, в какой ситуации находится Россия, ну и в частности субъект Российской Федерации – Республика Бурятия. У нас переработка и термическая утилизация в России 2% всех отходов. То есть 98% мы захораниваем на полигонах. Ну то, о чем говорили. Да, в Дании эта цифра захоронения на полигонах – 5%, в Германии – 15%, в Австрии – 18%. Ну вот если сравнивать с Грецией, где ближе всего, то в Греции – 8%, 92% захоронивается на полигонах. У нас 98%. То есть мы в этом отношении даже от Греции отстаем. И возникает… Если говорить о перспективах решения этой мусорной проблемы, сейчас будем говорить о твердых коммунальных отходах, то, естественно, вопрос номер один – это переработка и утилизация. Если сравнивать с другими субъектами Федерации, скажем, Сибирско-федерального округа, то Бурятия находится, мне кажется, в несколько привилегированном положении, потому что на федеральные деньги была построена мусорсортировочная станция. Далее рассматривался проект термической утилизации отходов. Примерно два года назад наша организация участвовала, общественная организация участвовала в общественных слушаниях. И какой итог получает? Это германская технология. Специалистов возили в Гамбург, в Вену, где стоят эти заводы, прямо в зоне проживания по термической утилизации этих отходов. Все восхищались, цокали языком, прошла экологическая экспертиза, получили заключение, и на этом все остановилось. Кроме того, у нас существует, я считаю, уникальный завод по переработке медицинских отходов. Он единственный в Восточной Сибири. Сейчас он тоже находится в плачевном состоянии. Есть также цех по переработке шин, автошин. Он тоже работает, но тоже работает недостаточно. То есть достаточно много у нас было закачано федеральных денег, однако отдача от этого вследствие ошибочных управленческих решений, конфликтов между мэрией, между республиканскими структурами, потому что вот эта мусосортировочная станция принадлежит мэрии, а завод по переработке и утилизации отходов должен был в субъектовом уровне, то есть региональном уровне. И вот из-за этих конфликтов, собственно, этот проект и умер. После этого родился проект японский, который примерно в полтора раза дороже при таких же примерно технологиях и показателях. его проталкивал Слепенчук. Но Слепенчука сейчас нет, и этот проект тоже подвис. Замолчали. Да. Поэтому вот в этой части у нас есть проблемы, которые, я бы сказал, носят такой субъективный характер. То есть деньги были выделены, а предприятия, даже те, которые существуют, ну, сами понимаете, что мусосортировочная станция без второго блока переработки, она просто подвисает. Поэтому она тихо умерла. Что касается проблемы, которые испытывает предприятие по переработке медицинских отходов, она лежит в той плоскости, что заказы все на переработку медицинских отходов перехватывают маленькие частные фирмы, которые не обладают такими экологически чистыми технологиями. Однако в силу вот этих конкурсных требований они выиграют эти конкурсы и сжигают эти медицинские отходы в печках, не соблюдая, естественно, те параметры экологические, которые необходимы. И в результате наш уникальный, я считаю, завод по переработке медицинских отходов, который сделан по новейшей западной технологии немецкой, он простаивает. То есть опять это все лежит в сфере контроля и принятия управленческих решений. Ну и кроме того, я должен сказать, что у нас на обе ноги хромает стратегическое планирование. Как я уже говорил, захоронение на полигонах – это вчерашний день, все уже уходят от этого. И многие регионы в европейской части России развивают и термическую утилизацию, и переработку отходов. А мы в Бурятии в рамках приоритетного проекта планируем построить 12 полигонов. Зачем, спрашивается, их строить? В таком количестве, да, еще? Да, в таком количестве. И мусороперерабатывающие заводы, несмотря на то, что вот этот мусороперерабатывающий завод, который должен в одной паре работать с мусоросортировочной станцией, он у нас тихо умер. Какой смысл создавать новые перерабатывающие заводы, когда основной в городской черте он не функционирует? А я напомню, что треть населения Бурятии живет в городе Улан-Удэ. И наибольшее количество отходов, причем разнообразных и наиболее опасных, именно концентрируется не в сельской местности, а в Улан-Удэ. И поэтому рассматривать вопросы размещения отходов, утилизации, переработки, не привязывая это к существующим технологиям переработки и термической утилизации отходов. А сейчас основной тренд – это все-таки термическая утилизация отходов. Нельзя, все это нужно рассматривать в комплексе. Нельзя строить полигоны, не имея представления о том, как дальше, что дальше с этим мусором делать. Ну вот сейчас в Красноярске проходит крупнейший экономический форум. Эта тема тоже одна из главных на повестке. И говорили о том, что есть разные технологии уничтожения, плазменное сжигание. Это, видимо, то, о чем вы говорили, да? Да, это термическая утилизация. Вот расскажите, что это за технология, ну, какова ее эффективность? Вы знаете, примерно в 2000-х годах в Московской области были очень сильные дискуссии относительно мусоросжигания заводов. Сейчас такая же дискуссия идет в Санкт-Петербурге. Их называют мусоросжигательными заводами. На самом деле, начиная с 2000-го года, технологии эти сильно продвинулись. И сейчас их называют термической утилизацией. Выброс из загрязняющих веществ и сама технология такова, что проще их утилизировать, чем оставлять. Потому что выделение вредных веществ от оставленного мусора гораздо больше, чем если бы мы его утилизировали. Кроме того, мусор в этом случае используется как ценное топливо. То есть для выработки электроэнергии и тепла. И сейчас примерно половина мусора. Ну вот, скажем, такие показатели. В Дании 54% подвергаются термической утилизации. В Австрии 23%, в Германии 25%. У нас меньше полпроцента. То есть даже в статистику не попадает. И вообще вот эта проблема с обращением отходов, это на самом деле проблема бизнеса и производства. потому что это высокорентабельная, выгодная отрасль экономики. И к ней нужно именно так и относиться. Ну вот этот метод плазменного сжигания или термическая обработка безвредный или вредный? Вот насколько? Ну, вы знаете, все относительно наших... Может быть, по сравнению с другими, да? Да, по сравнению с другими. Те технологии, которые были в начале 2000-х, которые подвергались критике, они сейчас очень сильно изменились. И естественно, что это все нужно подвергать экологической экспертизе. Но те у нас специалисты, которые ездили в Гамбург и Вену, где в городской черте функционируют эти заводы, они говорили, что они отвечают экологическим европейским стандартам. Ну, дай бог нам до этих европейских стандартов дойти. Получается, идея с мусоросжигающим заводом по японским технологиям, она не забыта, да? Она не забыта. Ну, просто мне жалко, что очень было много времени затрачено и усилий. И вот бывший директор будущего мусороперерабатывающего завода, Балдаев, он был уволен. Вместо него поставили другого человека. Ну, это не помогло. Но и вот эта перетасовка кадров и конкуренция между мэрией и региональными структурами, она вот и приводит к тому, что федеральные деньги осваиваются неэффективно. Фактически. То есть это все лежит в каких-то субъективных рамках. Что я считаю недопустимо. То есть Бурятия дают федеральные деньги, а они целевым образом не осваиваются и не работают. Поэтому сколько ни давая, если систему управления не поменять, а я уже говорил о том, что у нас фактически отсутствует система стратегического планирования, то есть мы эти полигоны отдельно планируем по одной программе, мусороперерабатывающие заводы по другой, термическая утилизация по третьей. Все это не связано, хотя это единая технологическая цепочка. Но в этом году прорабатывается стратегия. Да, в этом году этой проблеме уделялось достаточно внимания во время обсуждения вот этого приоритетного проекта «Байкал. Великое озеро для великой страны». И там как бы три таких, три мероприятия выделены. Это создание отрасли по переработке и сбору вторсырья. Ну хотя бы нам выйти на советские показатели, потому что при Советском Союзе в 87-м году у нас половина твердых бытовых отходов перерабатывалась через систему вторсырья. К сожалению, мы утратили. Эта структура была развалена, а взамен ничего не было. И второе направление достаточно перспективное – это внедрение наилучше доступных технологий. То есть каждое предприятие, которое генерирует эти отходы, оно должно до 2020 года использовать наилучше доступные технологии в мировом масштабе. То есть специально такие справочники сейчас создаются. Ну фактически они берутся у европейцев и адаптируются к российским условиям. И каждое предприятие до 2020 года обязано перейти на лучше доступные технологии по переработке отходов. В том числе и твердые коммунальные отходы. Ну и тут еще у нас есть проблема с официально утвержденными полигонами, потому что у нас всего три официальных полигона, которые удовлетворяют всем стандартам и занесены в государственный реектор обращения отходов. Только три. Все остальные полигоны, получается, что они незаконны. Получается, два основных направления, да, приоритетных, скажем так, выделяются? Да. Первое – это размещение, сбор и размещение отходов на временных площадках накопления. Я бы сделал упор все-таки на временных площадках накопления, потому что они не подпадают под перечень запрещенных видов деятельности в центральной экологической зоне и водохранной зоне. Поэтому временные площадки накопления, пожалуйста, никто не запрещает создавать. Вот переработка, она должна быть вынесена за пределы водохранной зоны. Но сейчас прорабатывается вопрос о сужении этой водохранной зоны. И я надеюсь, что этот вопрос будет решен. И тогда можно будет вот эти предприятия по переработке отходов и полигоны уже в центральной экологической зоне размещать. То есть непосредственно около тех мест, населенных пунктов, где и генерируются эти отходы. Некоторые эксперты отмечают, что в программе не прописан четкий механизм реализации. Вот как вы считаете, как сейчас концепция? Она прорабатывается? Вы имеете в виду приоритетную программу? Да. Мы давали предложение по этой программе. Сейчас программа представляет собой довольно такой пестрый набор инвестиционных проектов, которые не связаны единой какой-то концептуальной цепочкой. И поэтому наше предложение заключается в том, чтобы в рамках выполнения международных обязательств, которые Россия обязана выполнять, это требования ЮНЕСКО, последней сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая была в Стамбуле в прошлом году, это провести стратегическую экологическую оценку всех программ развития, которые так или иначе оказывают воздействие на озеро Байкал. Ну, в первую очередь, вот эти вот отходы тоже туда же входят. И поэтому наше предложение заключалось в том, что всю эту приоритетную программу нужно подвергнуть стратегической экологической оценке и расставить приоритеты. То есть на первом месте должно идти сохранение биоразнообразия озера Байкал, затем развитие инфраструктуры экологически безопасной, поддержка зеленой экономики. То есть это все должно быть в приоритетах, и вся вот эта приоритетная программа Байкал – Великое озеро для великой страны, она должна быть ориентирована на эти приоритеты. А сейчас там зеленой экономики фактически нет. Там есть только декларация. А это набор довольно пестрый, всяких разных проектов инвестиционных. Какие из них в первую очередь, какие во вторую, какие отвечают условиям зеленой экономики, то есть экологи, какие не отвечают. Даже нет критерий, показателей, механизмов отбора этих проектов. Вот это нас больше всего беспокоит. И поэтому мы предлагаем в рамках процедуры стратегической экологической оценки, которую Россия и так обязана делать, начать это с Бурятии. Ну вот мы продолжаем говорить на острые темы, да, наболевшие год экологии. В этом году должна поменяться система очистки. Планируется, что полная реконструкция завершится к 2020 году. До этого времени, видимо, стоки будут отравлять Ленгу, Байкал и так далее. Эксперты говорят о том, что Байкал не может сам очищаться. Что делать эти три года? Вы имеете в виду реконструкцию городских очистных сооружений, правобережных городских сооружений? Я бы обратил ваше внимание на то, что городские очистные сооружения, хотя технологии устаревшие и давно, конечно, пора их менять, но мы в этом не уникальны, в большинстве субъектов Российской Федерации. Та же самая ситуация. Та же самая ситуация. Поэтому нужно добиваться того, чтобы эти технологии даже на старом оборудовании соблюдались, чего сейчас не происходит. Я бы сказал, что здесь есть проблемы такого методического, наверное, характера, и есть проблемы субъективные, которые связаны, на мой взгляд, с недостаточной укомплектованностью сотрудников горводоканала, которые отвечают за эти городские очистные сооружения. И недостаточный производственный контроль за ними, потому что регулярно Роспотребнадзор их штрафует за то, что они превышают вот эти вот нормы сброса. Производственный контроль, по-видимому, там отсутствует, потому что ничего не предпринимается для того, чтобы даже на этом устаревшем оборудовании выполнять те требования, которые можно выполнять. Вот почему они в Иркутской области выполняются, а у нас не выполняются. Вот странно, да? Есть субъекты... Хотя закон один. Да, закон один, оборудование то же самое, биологическая очистка та же самая. Значит, проблема в людях. И поэтому у нас общественный экологический совет как раз рассматривал эту ситуацию. Природоохранная прокуратура проводила проверку. И были выявлены факты вот нарушений законодательства. То есть недостаточно эффективная работа самого персонала городских очистных сооружений. К сожалению, никаких сдвигов... Действий нет до сих пор, видимо. Да. И все надеются, что через три года мы построим и тогда заживем. Ничего подобного. Сейчас надо требовать, чтобы они выполняли те нормы и стандарты, которые отвечают этому технологическому оборудованию. А вообще как оцениваете государственные подходы, государственные программы по Байкалу? Ну, я уже говорил, что у нас фактически две есть федеральные целевые программы, из которых финансируются все мероприятия по охране озера Байкал и использованию природных ресурсов озера Байкал. Ну, решение социально-экономических проблем. Это первая программа по охране озера Байкал. Вторая программа связана с реализацией водной стратегии. То есть это по линии водного кодекса идет. Вот из этих двух программ формируются мероприятия, которые и должны обеспечить охрану озера Байкал и решение тех социально-экономических проблем, которые у нас на байкальской природной территории существуют. Совсем недавно мне довелось участвовать в работе бассейного совета Байкара-Ангарского бассейного округа, буквально 19-го числа. И в очередной раз мы убедились, что те средства, которые направляются на охрану озера Байкал по линии федеральной целевой программы охраны озера Байкал, используются неэффективно, с моей точки зрения. Потому что львиная доля денег уходит на расчистку русил рек, строительство берегозащитных дамб. То есть вот такие тяжелые финансовые емкие бетонные работы. Но если посмотреть, с какой частотой у нас случаются эти катастрофические наводнения, на самом деле вот у нас Улан-Удэ последний раз топило в 93-м году. Через 20 лет это повторяется примерно. Цикл такой, да? Да, цикл такой. Сейчас он уже больше 20 лет. Но проще, мне кажется, чем сооружать вот эти дорогостоящие бетонные сооружения, которые и достроить-то не могут, потому что каждый раз финансирование там 20%, 17%. Застраховать людей, выделить границы затопления, где запрещено строительство. И люди сами должны решать, селиться им там или не селиться. Потому что то, что сейчас творится, идет полным ходом заселения поймы Селинги. Несмотря на то, что все понимают, что там рано или поздно наводнение случится. Почему туда люди лезут? Потому что они надеются на компенсацию. Другого объяснения я просто не вижу. И до сих пор, к сожалению, несмотря на то, что были выделены существенные федеральные деньги, границы зон затопления не занесены в госреестр. Пока они не занесены в госреестр, эти зоны затопления не имеют статуса, и нельзя запретить людям там селиться. Поэтому это вот такая проблема. Такая круговоротная. Да. А в то же время не хватает деньги на создание нормального мониторинга. Потому что у нас до сих пор на Байкале не существует достаточно хорошей системы экологического мониторинга, который бы сочетал в себе гидрохимический мониторинг, биологический мониторинг. И водный мониторинг. Ну, то есть за гидрологическими параметрами. И межведомственная такая разобщенность, научные учреждения проводят свои мониторинговые наблюдения. И нет единой базы данных, которые могли бы использовать для того, чтобы вообще иметь какую-то систему отсчета. Вот мы провели какое-то мероприятие, вбухали туда, допустим, 20 миллионов. Лучше стало или нет? У нас нет объективных показателей, потому что нет соответствующего мониторинга. Вот посмотрите, что было написано в последнем отчете за 2015 год. Несмотря на то, что уже спирогера появилась в 2014-м, в 2019-м шум шел, написали, что все в пределах нормы. То есть гидрохимические показатели не позволяют выявить экосистемные нарушения в самих комплексах биологических. Потому что биологические наблюдения, к сожалению, не входят в систему государственно-экологического мониторинга. Здесь нестыковка такая происходит. Да, идет нестыковка. Деньги выделяются, они распыляются, и в результате мы не имеем четких ориентиров. Лучше стало или хуже на Байкале. Кто-то кричит, что все, караул, завтра Байкал превратится в болото. Кто-то говорит, что нет, ничего не произошло. А на самом деле государственная система мониторинга должна давать четкие ответы. Какие изменения произошли? И в зависимости от этого, что нужно делать? Но пока, к сожалению, у нас нет. Да, к сожалению, она недостаточна. Я бы не сказал, что ее нет, но она недостаточна. И деньги, вместо того, чтобы вот эту систему создать мониторинга, они вбухиваются в разные бетонные сооружения. Я вот задавал вопрос с иркутским представителями. Какое отношение имеют очистные сооружения города Иркутска к охране озера Байкал? Они же стоят на Ангаре. Ангара куда течет у нас? Ангара у нас течет в Северный Ледовитый океан. Впадает в Енисей и дальше. Они говорят мне, а мы попадаем в зону экологических ограничений, поэтому нам должны компенсировать. Спрашивают, какие у них там ограничения? Они же не в бассейне Байкала находятся. Это мы находимся в бассейне Байкала. И поэтому вообще вот эта вот вся идеология о том, что выполнение экологических требований является ограничением и якобы тормозит экономическое развитие, является блефом. И на самом деле это чистой воды рэкет, потому что, наоборот, это наше конкурентное преимущество. То, что у нас есть еще нетронутые или слабо нарушенные природные экосистемы, чистая вода, чистый воздух, нетронутые лесные массивы, это наше конкурентное преимущество, потому что природа, сама природа, вот эти комплексы, это субъекты экономической деятельности. Они производят чистый воздух, они производят чистую воду. И массу других полезных продуктов, которые мы в упор не видим, и считаем, что это экологические ограничения. Сергей Геразимович, ну, к сожалению, эфирное время подошло к концу. Спасибо за беседу, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Я напоминаю, что это была программа «Актуальная тема». На этом все. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok